Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы наконец-то получаем 69 уровень артефакта и после этого мы можем провзаимодействовать еще разок с нашим тигелем. Как только мы получаем какой-то уровень артефакта, который дает нам новое улучшение для тигеля, нам вылетает подсказочка, что доступна новая особенность артефакта. Сейчас мы пойдем туда и будем все это дело прокачивать, смотреть. Может быть какая-то особая анимация будет при прокачке третьей полоски тигеля Света Пустоты. Может быть там что-то случится, там кто-нибудь прилетит, улетит, отлетит, я не знаю, что-нибудь такое там классненькое случится. А может быть все будет как обычно и никакой анимации, и все серое, и обыденное, и вообще скучно, в принципе. Ну что ж, подбегаем к тигелю, подбегаем к тигелю, кликаем, суем артефакт. А, да, вы-то не видите, верно. Хотя, а, ну в принципе видно все эти просветы. О, вот так вот сделаю, так вообще красиво. Итак, я могу взять дамаг от кровавого чумы на 4%, либо я могу взять продление увеличения оружия рунического на 2 секунды. Само собой продление рунического оружия. Да, я уверен. Тьфу, даже ни ачивы никакой не дали, ничего не дали абсолютно. Опа, подождите секунду. Так, это вот сейчас интересно маленько. Модификация же это есть. Я не помню, это я сам ставил эти числа, или это приколы просто я вбивал их так. Да, по поводу аддона. Есть отдельный видосик по поводу этой модификации, как ее настроить, откуда взять некоторые импорты, и как вообще лучше работать с тигелем. Видос есть на YouTube-канале, кому интересно. Заходите и смотрите. Думаю, если вы вообще не знакомы с тигелем, либо только вот недавно вернулись в игру при обновлении 7.3, то, само собой, это дело стоящее. Там видосы информативные, кратенькие относительно, и все, как всегда, рассказано в самом лучшем жанре, говорится. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. Берегите ноги. До скорого.